23 февраля. В этот день мы поздравляем всех своих мужчин с Днём Защитника Отечества. Какими качествами он должен обладать и нужно ли для этого служить в армии? У него должны быть большие руки. Он должен быть сильным, он должен быть с очень сильной, такой вот мощной силой воли. Вести себя как настоящий мужчина. Конечно, мужество, самодостаточность. Должен быть надёжен, любить женщину свою. Смелость, благородство. Думаю, мужество, отвага и честь. Ответственность перед страной, ну, силой, мужеством, добротой, честностью. Он любить должен Родину, прежде всего, мать, семью уважать, здоровьем хорошим. Точно армия не даёт эти качества. Туда привозят только людей поработать и всё. Бесплатная рабсила. Армия не характер воспитывает. Это, как бы, понимаете, выживание. Кому-то не все люди одинаковые. А если кидать всех на мясорубку, ну, а что? Я отношусь к своему поколению, когда у нас все служили, у нас не откупали детей от армии. Там, почувствовать свою силу, получить какие-то умения. Отслужить. Мои внуки отслужили. Мне кажется, это необязательно. Это приходит и с воспитанием, в том числе. Поэтому это необязательно. Но мне кажется, что всё-таки это нужно сделать. Наверное, нет. У меня сейчас муж в армии служит. Какие качества может воспитывать в молодом, подростковом, так сказать, возрасте дедовщина и другие моменты, которые не отслеживаются ни офицером, ни руководством. Продолжение следует...